Лена глянулась, будто ожидая, что сейчас подруга выбрнет из-под лавки. Разумеется, напрасно. Но зачем ей это? Не знаю. Мы прошли спалагию в поисках олиса, но её не было ни на астраде, ни в индукальном клубе, ни на пляже. Даже в домике на заднем его потайном месте времени оставалось всё меньше. Повторять по три раз очень не хотелось. Было что-то почему-то ужасно настраивающее в том, что мы не сумели найти её. Или не сумеем, не сумеем. Наконец мы решили сходить в футбольном поле. Алиса бесконечно далека от спорта. Но во всех остальных местах мы уже посмотрели. Мы нашли её. Лежащий на трибунах, подбив голову кулаком, сжав в зубах стебелёк. Алиса! Пришёл попрощаться? Что со мной? Как мило, что ты меня нашёл, но автобус... Она подняла руку с часами к глазам. Тебе надо вещи собрать. Семён! О чём она говорит? Весточку от родителей передали. Передают, что если я хочу, то они могут подобрать меня завтра на автовокзале. Но... Поедешь? А надо? Нет. Ты мелкая эгоистка. Да. Но она вцепилась мне в руку. Хотя езжай. Давно хочу посмотреть, как мой парень живёт. Опять твои шутки. Я серьёзно? Серьёзно? Она достала заколку, которая так и лежала у меня в наглудном кармане. Ты принял этот подарок? Алиса отворачивается, и я еле-еле слышу смешок. К несчастью, это слышит... Его слышит Лена. Что тебе сме... Что тебя насмешило, Алиса? О-о-о-о-о-о-о. Вот когда мы с Алисой были, она уже... Ммм... Так, сколько бы тут не было... По-моему, это уже было, да? Как ни крути, это уже было, да? Так. Так, так, так. Да, это было. Как же! Сейчас будет всё как в кино. Я уже давно наблюдал за вами. Наблюдаю. Прекрасный принц с лошадиной мордой унесёт прекрасную царевну в закат. Правда, царевна слегка отморожена, и принц сможет туповать. Но ведь это ничего, да? Не смей договорить об Алёне. Почему? Пусть говорит. Не смей, слышишь? Её голос сорвался. Эту тихую девочку до глубины души обедили несправедливые слова подруги. Поверить не могу, что ты... Она тихо заплакала. Алёна отпустила мою руку и подошла к сестре. Сейчас между ними было куда больше сходства, чем раньше. Насупленные брови, плотно сжатые губы, даже выражения в глазах. Она обняла сестру и гладила её по голове. Утешая, и всё смотрела, и смотрела на Алису. Приятно бить в того, кто не может ответить. Алёна. Тёрствая. В её голосе слышны эмоции. Злость, обида, грусть. Она обиделась не за себя. Мне стало ясно, что для неё всегда сестра будет на первом месте. Алёна не среагировала на оскорбление. Не среагировала на агрессию. Но слёзы Лены вывели и он из хрупкого равновесия. Кошмарно! Я никогда её такой не видел. Насколько она выглядела угрюма. Как будто я видел сон, где сбывается всё худшее. Нечувствующая эмоция девочка нашла в себе силы разозлиться на обидчика сестры. И высказать эту глупость. Эту злость. Злая! Ненавижу! Алиса выдохнула, будто ей в грудь ударили кулаком. Тихо-тихо вонялась и ушла. Её глаза влажно блеснули. Ну и ещё что мне просто показалось. Алёна проводила подругу взглядом, сохраняя грумую мину. А мне стало неловко, будто в первый раз встала на коньки. В чужие отношения тонкий лёд. Лучшие подруги. А я им завидовал. И почему Алиса так взъелась? Нух ты, уже одиннадцатый день, чуваки. По логике он должен быть последним, раз он сказал типа завтра. Окей. День не удался. Мне нечего собирать. Пальто, ботинки, джинсы ждут своего часа на плечиках. Я не знаю, сколько я здесь ещё держусь. Может быть год. Может быть минуту. А значит, каждое мгновение, проведённое вместе, бесценно. Я опять плохо спал ночью. Я скоро вставал. Вспоминал время, что мы проводили вместе. Даже несчастные купальные глупости. Наш смех. Глупые, нелепые ситуации, о которых сейчас вспоминаются только с грустной, ностальгической улыбкой. Всё разлетелось в начальстве. Я почему-то не мог винить рыжую стерву. Как бы не хотелось найти и назначить крайнего, влажный блеск глаз, чаще всего означает, что и по ту сторону есть своя правда. Горькая, неприглядная, но единственная. Если я однажды прикоснусь к ней, меня распнут. Со стоном высвобождаюсь из давящих объятий жезлонка. В кровати не лежится. Простаня одеяло влажным комом, давно сбитый в углу. В сердцах заходится. И перестает хватать воздуха от ощущения неправильности происходящего. Не знаю, как, но я почему-то виноват в том, что трио распалась. Я приношу неприятности. А значит, должен исчезнуть. Время принимать решение. В этот раз меня не остановят ни Слави с её правильностью, ни вожатые. Последние вообще заинтересованы в том, чтобы избавиться от дестабилизирующего элемента. В конце до концов, сколько можно уходить? Одеться на не составило трудностей. Ольга спала очень крепко. А снять вешалку и переодеться было делом трёх секунд. Я вышел на кольцо почесать своё лицо на прощание, вдыхая тёплый ночной воздух. Стараясь запомнить как можно больше. Моё внимание привлёк шум. Что такое? Он шёл со стороны домика Лены. Полночь ничуть поздновато, подниматься рано. Даже Славя в такое время ещё спит. Заинтригованный, я направился к источнику шума. Там была Алёна. Всё ещё? Или уже? Всё ещё или уже одетая? Девушка с удивительной способностью появляется в неожиданных местах. Там, где никогда не ожидаешь её увидеть. Наверное, в свой шалаш идёт. Под ногой что-то хрустнуло, и я замер. Секунда, и этого оказалось достаточно для того, чтобы девушка скрылась из виду. Хотя, вряд ли я стал бы её догонять. Судя по её напряжённой спине, сейчас лучше не пытаться заговаривать. Днём что-то поменялось. Она вспомнила... Чё, кемикасы? Вот, вспомнила о каких-то эмоциях. Ой. Чё-то дёрнул нечаянно. Надо вот так вот поправить. Ах, ты ж, блин. Как всегда, через задницу у меня всё. Ладно, бывает. Так вот. К сожалению, они все негативные. Слишком сильные потрясения. А мне нужна моя старая Алёна. Кто вернёт мне Алёну? Я чувствую злость, когда я щеку за то, что она поступила. Надеюсь, ей хватит ума исправить то, что она натворила. Больше-то некому. А Лена и Алёна уведут себя, замкнутся и всё. Вообще, и мне, и кэшель там достанется. После кахалёны я сверх... Ну, на площадь услышал какой-то шёлх и бросил сбежать. Несколько секунд, и я выбежал к складу. Вау, чуваки, какая картинка-то интересная. Алёны здесь не было. Зато была Алиса. Она сидела на ступеньках, загнув спину горбом. И смотрела под ноги. Прядом лежала отложена гитара. И у ноги раздавленная сигарета. Кажется, она пробула курить. Сигаретой осталось... Много, видимо, сигареты. Да, осталось много. Видимо, сдалась после ских первых затяжек. Это ты. Присаживайся. Будешь? Она пододвинула ко мне пачку. Магн... Магне. Нет. Где-то взяла. Крала. Какая разница? Зачем ты пришёл? Просто. Нельзя. Можно. Но разве ты не должен был быть со своей возлюбленной? Или хотя бы спать? А ты... А... Она только рукой махнула. А-а-а-а! Мне... Не спится мне. Захотелось придаться музыке, и... Она кивнула на пачку сигарет. С саморазрушением. Немного... Мы немного помолчали. Ты в очень странную время пришёл. Ах. Алена оттаивает. Лена становится смелой. Даже я. Она рассеклась. Не суть. Значит, уезжать собрался? Я пожал плечами. Если никто не убедит в обратном. А как же Алена? Алена слишком важна. И так ей много раз горя принёс. О чём ты? Не понимаю. Ты не должна. Чуде-то я уже слышал эту фразу. Песок тихо... Скрипнул под всеми-то шагами. Алена. Скверно. Я надеюсь, его не сдуть. Опять сбегаешь? Да. Благи намерения. Да. За что я люблю эту девушку? Ей досталось говорить. Ведь всего меньше, чем любому другому. Она поймёт. Она садится рядом и берёт меня за руку. Возьми меня с собой. Кажется, я здесь лишняя. Останься. Её голос холоден твёрд. Нам надо поговорить. И кто же меня остановит? Совесть. Если она у тебя есть. Наивная. Алиса поднялась и скрылась в темноте. Что ей требовалось. Пошли. Куда? На остановку. Зачем? Мы уезжаем. Но ты же... Мы уезжаем. Мы? Да. С темноты вышла Лена и взяла меня за свободную руку. А как же ваши вещи? Наживное. Пошли, у нас мало времени. Сёстры потянули меня за собой и мне ничего не оставалось, как двинуться, куда они скажут. Автобус... Автобус ходит два раза в день. Туда и один раз ночью... Туда и один раз ночью обратно. Если мы не умеем, придётся до обеда здесь сидеть. Ну шопа, конечно. Опять. Только не синий экран, пожалуйста. Худе отсюда. Девушки, вы мне расскажете, почему вы решили сбежать? Сдаёшь глупо вопросы? Захотелось. Лена тихо улыбнулась. Я заметил улыбку, хотя было довольно темно. Наконец мы вышли к воротам. А, блин, надо было сохраниться, ну и ладно. Всё происходящее казалось неправдоподобным. Не бывает так, чтобы женщина бросила своё тряпьё. Хоть кого спросите. И тем не менее. Мне, блин, чуваки, мелко на самом деле. Вам-то всё крупно будет видно. Короче, в следующий раз буду, наверное, как-то покрупнее делать. А то вообще... Ё-ё-ёй, видно. Чуть я не вплотную к крану прижимаюсь. Ну ладно. Всё, странировали, поглядывая на часы. Некомфортно немножко. Автобус должен был уже вот-вот подъехать. Остаётся минут десять. Затем семь. Из-за ворота раздался дробный переступ каблучков. Переступ каблучков. На остановку вылетела Алиса. Она набрала в грудь воздуха, наживая что-то сказать. И внухнула, увидев Алену и Лену рядом со мной. А говорила, совести нет. Атмосфера ощутимо сгустилась. Ещё чуть-чуть и пойдут грозовые разряды. Алиса! Что? Мы всё знаем. Зачем ты здесь? О чём ты говоришь? Хватит! Ты не видишь, что изводишь себя молчанием? Наконец подала голос Лена. Что ещё с драйские шарады? Ничего не понимаю. Хватит играть! Кота, скажи! Что должна сказать Алиса? Я не знаю, о чём вы, но вы меня не заставите. Значит, у нас опять тиранья. И нужен новый герой. Что? Нет! Значит, мы не устраиваем тебя как друзья? Да. Делайте вы, что хотите. А, да делайте вы, что хотите. Что ж, значит, мы будем делать, что хотим. И скажем за тебя, что ты должна была сказать. Я сижу, не понимая ничего. А за дальним поворотом уже слышно гудение рейшо. Ах, четыреста десятого. Нет. Я сама всё скажу. Она встаёт напротив меня и некоторое время смотрит мне в глаза. Семён. Что? Ты махмазнув по лесу снопом света и спар, автобус появился из-за поворота. Времени всё меньше. Я... Она с трудом выталкивает из себя слова. Она влюблена в тебя, Семён! Ставит точку Алена. И ревнует. Эй, блин! Автобус остановился рядом с нами. Это правда? Алиса кивнула. Не знаю, на что она рассчитывала. Но я оттолкнул её в сторону и с разбега запрыгнул в салон остановившегося автобуса. Лена и Алена успевают за мной. Вот Алиса уже... А вот Алисе места уже не хватило. Кормушка сошлась, у неё прямо переносом. Минус первый день. Эпилог. Итак. Я закрываю глаза и снова вижу этот сон. Сон, который не вытрующий с памяти, даже и сцарапав кровь итальянской губкой. Сон. Звучок больно сокращается, уловив солнечный луч, пробивший миллионы километров единого вакуума. Несколько километров плотных туч. И 15 миллиметров пыльного стеклопакета. Кажется, время застыло именно здесь. Ты выдыхаешь и отпускаешь прошлое. Иногда просто необходимо отпустить его, иначе ты остановишься на месте. Ведь движение это и есть жизнь. Разумеется, если у тебя есть символы. Почему бы и нет, кстати. За этот год я научился рисовать. Деньги, которые у меня куда было тратить, я вбухал в дорогущий курс обучения. И кликуны, зазывал, оказались правы. Дело не в таланте, дело в работе. Вот если так сделаю... Да, чуваки. Намного так приятно читать. Блин. Чуть-чуть вот так вот. Оп. Так. И так. Ага. Ах. И кликуны... Ага, дело не в таланте, а дело в работе. Потому что однажды из бумажного листана меня взглянули знакомые глаза. Одиннадцать долгих месяцев потребовалось нарисование каких-то непонятных кубиков и гайк для того, чтобы однажды стереть лишние бумаги и змеять. Жадно изучая дорогие черты лица. Одиннадцать месяцев. Подумать только. Всё это время я только делал, что рисовал в перерывах между выполнением заказов. У меня вся комната теперь в её портретах. Раз уж нет её настоящей. Сценки из этих двух недель вам всё, что смог, что сберегла память. На курсах меня называли тихим, помешанным, пока преподаватель не забрала парочку работ на выставку. Значит, чего-то я всё же добился. Неспечное текущее время стало прошлым. Всё лучшее в моей жизни стало прошлым. Ты не ценишь момент, пока проживаешь его. Когда-нибудь и о настоящем ты станешь вспоминать с ностальгией. Но это потом. А сейчас я должен решить, проклят для микрусы, изо или закрыть грот и уйти. Дверь по старине приделана на толстую пружину и хлопает каждый раз, когда её отпускаешь. Тяжёлая дверь. Мне нравится этот подъезд. Он будто целиком вылезан из прошлого. За деревья были большими, а взрослые знали абсолютно всё. Здесь пахнет стариной. И два пролёта по ступенькам переменной высоты я поднимаю с удовольствием. Добрый день. Здравствуйте, Семён. Вчера на выставке о твоих работах спрашивали. Да? Внадушно предписывался я. Чем-чем о честолюбии мне никогда не отличался. Да? Какие-то девушки вежливые с визитками. Я оставил им адрес. Предвкушение, живущее в груди с самого утра, усилилось. Я знаю это чувство. Оно говорит, что светит мне больше неприятности. Светят. С спокойной жизнью придётся распрощаться. Нет, пожалуй, не стану оплачивать. Оплачивать новый учебный. Я сел на своё место и, достав планшет, прошёл первый управляющий. Провёл. Капец, чуваки, тут так мелко. Почти, ну, так. Не то, что очень мелко, но... Из-за этого я немножко ошибаюсь в словах. Сегодня хотелось подвести итог. И изображение было быстро облетало под грифелем объём и выразительность. Потёртые спинки, креселы на металлической штанге, скруглённые окна вырезанной облётки и вездесущие выдерые шнур, выдавая стекло, под ними отгроженное гнутым стеклом и матёрчатой занавеской территория водителя. Ну, как бы, чёрно-белый неохота бы сохранять. Но, если кручить другого не будет, придётся это сохранить. Как бы, тут и так чёрно-белое. Но оно сепии немножко отдаёт. И, скрывая четверть обзора, голова, будто лежащая на плече. Со странными хвостиками, с огромными глазами, сейчас прикрытыми с кошачьей улыбочкой. Вот сколько за окнами не стал рисовать запомнившийся пастральный пейзаж. Нет. Злыми рваными штрихами я бросил за окна изображаемого автобуса мой родной мегаполис. Глот, который себя сожрёт. Изображать его приходится одними тенями. Я уже знаю, что никогда не стану красить этот рисунок или кому-то показывать его. Лучше потом нарисую очередную девочку на глиже. Пусть обзывают гонотой. И шаги замерзшие у меня за спиной, кто-то стоящий над душой. И не страдаю ковбойской привычкой. А, я не страдаю ковбойской привычкой. Мне очень просто игнорировать вообще всё. Особенно, когда я стачиваю графит о ватман. Меня трогает с бичо. Ну что, я злооборачиваюсь. То ещё одна причина, по которой от меня держатся подальше все. Когда я рисую. Меня лучше не задевать. Простите, Семён? Это Лена! Вот как! Да. А ты старше, чем я тебя помню? Она оценивающе посмотрела на меня. Ты тоже. И далеко не та скамняша, какой я тебя помню. В бизнесе с скамняшем нет места. Я думал, тебе всё приснилось. Сказать по правде, я тоже. Выйдем? Выйдем, выйдем, поговорим. Я всё, а? Ха! Нет. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Извините, не удержался. Я кивнул преподавателю и, накидыв пальто, вывел Лену на улицу. И лодка была общаться со старой знакомой. В воздухе снова запахло тем самым... Ш... Тем самым... Шепотками. Тем самым... Шепотками, идите на что-то. Может, в кафе? Нигде ни слова, взяв меня под руку, она неторопливо привела в сторону вывески мороженое. А как же Алена? А значит, это был не сон. Да. Наверное, мы похожи со стороны напарочек влюблённых, державшихся за руки и улыбающихся друг к другу. Но я очень, очень рад её видеть. Ведь это значит, что... Ощущение горько-сладкое. Я не знаю, как спросить. Я не знаю, хочу ли я спрашивать. Значит, о моих работах вы спрашивали? Да. И кто же была твоя напарница? Какие странные ты вопросы задаёшь. Конечно же, моя сестра. О, чёрт. Святые угодники. Она же, наверное, сильно изменилась. Может, у нас... У неё вкусы другие стали. Сестра? А скин так и не изменили. Ну и ладно. А что тебя так удивляет? Да я думал... Что? Чтобы захлопнуть рот, приходится использовать пальцы. Я вернулся. Она и вправду стоит у меня за спиной. И она... Такая же. Это что, улыбается? Привет, Лена. Привет. Как съездила? Плохо, как обычно. Нет. Она стала постарше всё же. Они ещё больше похожи друг на друга. Но голос у Алены тот самый. Я так и знал. Наконец, послушав их трёп, я решаю урвать и себе кусочек внимания. Привет, Алена. Не надо. Она не будет разговаривать с тобой. Что? Почему? Она не разговаривает с посторонним, и помнишь? Ясно. И что мне в этот раз надо делать для того, чтобы перестать быть чужим? Что? Лена рассмеялась. В прошлый раз? Ты представился? Может, в этот раз ты угостишь девушку чем-нибудь? А как я узнаю, что её угощать... Чем её угощать, если она со мной не разговаривает? Алена прижала плечами. Значит, придётся догадываться. Да, мы вперёд. Две кафе скрипнуло, колокольчик звягнул, и из-под сопки выгнуло... Дебилая... Дайте угадаю, продавщица это Алиса, да? Дебилая продавщица, как уже знающая меня в лицо. А, нет. Она как обычно? Да, и девушкам... Чего будете? Молочный коктейль и пироженку. Кирамису. А второй дайте... Водки ей дайте. А я ей на голову... Я ей на голову налил. Ха-ха-ха-ха. Не надо водки, дайте ему... Дайте... Дайте что и ему. Удовлетворённый своей небольшой победой, я отвёл их к своему любимому головому столу в нише. Ты не скучал? Нет, скучал. Ты меня забыл? Не-а. И я тебе не нужна. Всё сказала. Кажется, да. Хорошо. Длена любудала за нашим странным диалогом с улыбкой. Кажется, ей вспомнился лагерь. Алена, дай Симону шанс. Не дам. Шансов мало, потеряет ещё. Как вообще дела? Мы в газете работаем, обозывателями. Я добрый, Алена злой. Не знаю, слышал ли. Замый злой. Не обратил внимания. Это ещё что? Я тебе ещё поколочу сейчас. Ладно. Кофе допьём и сразу поколочешь. Еле-еле успел убрать ладони из-под удара. С тихим стуком в стол вонзается вилка. Кое-кто, кажется, совершенно не изменился. Ты псих. А ты, дядя Фома. Если вы поняли. Да. Время бежит незаметно. После того, как между нами пали последние барьеры, мы забыли о том, что был этот год. Был расставание. Мы наслаждались жизнью и компанией друг друга. Алиса что-то... Алиса что-то задерживается. Сказала Лена спустя полчаса, позадав на табло своего яблофона. Чуваки, это не матерёк, так что... Я не знаю, зачем это так назвали. Ты Алису позвала? Да. Она единственная, исключая тебя, кого нам удалось найти. Но Алисы нет и нет. Наверное, не придёт. Может, что-то в дороге задержало. Не знаю. Она трубку не бьёт. Если за рулём, то не возьмёт. Ну, честно сказать, мне бы хватило и одной Алены. Но человек такая твай неблагодарная, что я ему подавай лучшее. Без Алисы уже казалось всё не то. Я устроил им небольшую экскурсию по местам, где бываю сам, когда мне нужно подумать или набраться впечатлений. И мы вспоминали всё, что с нами происходило. Споспоминания, как живые, вставали в памяти. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет. Это я точно сохранять не буду в качестве превьюхи. За жопу тут точно укусят меня. Счастливые, как те, что были с черепитием или банем. Горькие, как с Алисой и моими попытками сбежать. Печальные, как тогда, когда мне достался поцелуй от каждой из девушек в трио. И, конечно, наши общие. Волей-неволей, я переключаюсь на воспоминания о знакомстве с Аленой. Давно, казалось бы, всё похоронено. Но копни поглуб... Копни... Копни... Но копни поглубже, и целый пласт переворачивается, пистеряя событиями. Пофиг. Так, уберем, сохраняться, и сохраняться, и сохраняться. Очень странная девочка принесла мне боль всего дважды. И оба раза это была физическая боль. А раз так, значит ли я, что она моё счастье? Или так? А нужен ли я ей? Сам-то я далеко не безгрешен. Мы уже очень много ходили. Будто наверстывая недосказанная. И в одном из кафе, куда мы забежали согреться, телефон Лены вдруг зажужжал, понимая сообщение. Что там? Какой-то файл. Большой. Судя по размеру, целый видеоролик. Это от Алисы. Называется Открыть, если я не приду. Открывай. Думаешь? Она не берёт трубку и не присылает файл с таким названием. Значит, у неё очень веские причины не приходить. Может я мороза... Может я мороза шлю? Тут маленький экранчик. Открывай. Ладно, ладно. Она села лицом к окну и мы с Алиной садимся по обе руки от неё. Плей. Всё пространство камеры занято чем-то плотным с красным... От... Отсветом по периметру. Кто-то затыкает камеру пальцем. И вот. Что-то музыка мне не нравится. Музыка какая-то грустная. Чуваки. Только не говорите, что Алиса погибла. Нет. Привет, ребята. На экране появилась Алиса. Так. А-а-а! Савёнки! И вот ей, кажется, досталось больше всех. Она побледнела. Подурнела. Рыжие до меди волосы потускнели. И больше не дают задованных бликов. И вся будто я подобралась старше, стала старше, взрослее. Надеюсь, вы не забыли меня. Первую головную боль, главную хулиганку. Вы смотрите эту запись втроём. Вы смотрите эту запись втроём, да? Значит, я кое-чего всё же добилась. Я скучала по вам. Не стану задавать глупые вопросы. В духе, как вы там? Всё равно ведь не нужно. Всё равно ведь не узнаю. Но то, что вы встретились... Но то, что вы встретились... То, что у вас есть мой номер... Это во многом и моя заслуга. Значит, я не совсем плохая, да? Она улучшенно улыбнулась. Мне не хватает вас. Особенно тебя, Семён. Я вот ценю вас. Ценю время, что мы провели. И я особо ценю нашу дружбу. Пусть она оказалась всего лишь общим сном. Это были лучшие две недели в моей жизни. Мне хотелось как-то отблагодарить. Лена, в этот файл я вложу координаты от одного места. Сидите там, когда-нибудь, туда-когда-нибудь. Вам понравится. Алена, просто загляни к Семёну домой. Ты всё поймёшь. Ты самая милая в нашей компании. Я всегда хотела тебе только добра. Не позволяй этим олухам менять себя. Ты лучшая. И ты, Семён. Она несколько раз вздохнула. Я ни слова не наврала на остановке. И пока считала тебя сном, мне было гораздо легче. Поэтому я ничего от тебя не дам. Кого чёрта? Обойдёшься. А мне и не надо ничего. Появление Алены само по себе самое лучшее из подарков. Могу пожелать тебе только терпения. И из вас получится замечательная пара. Вроде всё. Сейчас ещё и файл не отправится из-за размера. Надеюсь, как-нибудь ещё раз приснимся друг к другу. Я очень по-моему скучаю, ребята. Бегите себя. Пока. Она протянула руку, чтобы выключить запись. И в кадр на мгновение попали знакомые ворота со звездой. Какой-то бородатый мужик в халате и серая машина. Запись оборвалась. Вслед за ней сразу же пришло текстовое приложение. Согласно предсмертной воле двачевской... Блин, ну почему? Ну не мое ливо вообще. Блин, ну как так? Ну блин, почему Алиса опять? Ну чё такое-то? Ну никакого праздника вообще. Никакого праздника вообще. Опять мухнут как... Дохнут как мухи просто. Блин. Согласно предсмертной воле двачевской Алисы, Викентьевны, вам оставлю на этом видеозапись. А также провод частичного наследования, которым вы сможете узнать дополнительно, позвонив к указанным телефонам. С уважением и лицей, доверенное лицо Алисы, Викентьевны, Плохов, Денис. Мы в некотором ступоре читали текст. Предсмертной воле подала голос Алена. И никто и не ответил. Я сидел и тут посмотрел на лежащий телефон. И странно как так было, слышать привет от человека, которого уже нет. Мы зашли из кафе, не желая ни с кем делить наше горе. И по дороге к остановке все молчали. Наверное, как и я, привлекая к мысли, что воспоминания это невозглавляемое сокровище, что-то недополученное от Алисы утеряно навсегда. И после минуты неловкого умолчания, своего рода дани памяти, Лена спросила. Я пойду в машину погрею. Вас точно не надо подбросить? Нет. Я тоже отрицательно прокачал головой. Лена ушла, то и дело отглядывалось на нас. Наконец, ей приветливо подмигнул желтым глазом жук, и она захлопнула дверцу. Мы остались вдвоем. Значит, ты... Я? Я, я. Домой пошли, что ли? Вот так просто. Ну ладно. Тебе поуговаривать надо. Алиона посмотрела на меня с прохладцей. Нет, но... Домой, я сказала. Так, что через полчаса уже стояли в моей комнате. Тут все было по-прежнему. Она выдохнула, когда сделала первый шаг, увидела, как стены в два ряда завешаны ее портретами. Тут не видно, но... Да. Не сказав слова, но в молчании ее... Не сказала и слова. Но в молчании ее я услышал то, что... Так хотел услышать. Один год, и две недели назад я не забрал бы ничего. Сейчас я научился разбираться. Она волновалась. У тебя уже появился кто-нибудь? Ну, вообще-то... Она замерла. Я собирался заводить кота. Ты дурак! Лена отвернулась к окну и оперла с руками под оконник. Поколодник! А я не мог сдержать глупой и счастливой улыбки, глядя на нее. Уже и забывал начать какое... Уже и забывать начать, какое это счастье, видеть ее рядом. Много бы за год научился. Смотря что вкладывать в это слово. Я могу нарисовать твой портрет. Я о другом! А? Ну, тогда ничего, я плохо учусь. Не хочешь? Лена... Я... Не хочешь... Вот так, наверное, она сказала. Леса явно... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Алена явно сомневалась. И судя по побелевшим пальцам, нервничала. Попробовать. Вместе. Она замерла, когда я подошел и обнял ее сзади. Учиться? Нет. Просто вместе. А я думал, ты никогда не спрощишь. Ответил я из-за всех сил, стараясь не выглядеть слишком уж довольным. Конечно, Алена. Давай. Кажется, у нее закончились слова при выражении эмоций. Она злилась на себя, пытаясь подобрать нужное. Потом попыталась успокоиться. И просто махнула на все рукой. Кому нужны слова? Алена прижалась ко мне из-за всех сил. Безвязанным. Промоча. Ты добрый. А я без эф... Без эфирок. Эх. Наги остался позади. Год расставания. Но это только укипило нас. И то, что есть между нами. Значит, отсюда все только начинается. И нам предстоит многое узнать. Вместе. Ну и все, чуваки. Все-таки не зря я 8 минут этих порождал, даже 9. Да... Такой вот модик получился. Да... Чуваки. Мне, если честно, мод понравился. Ну вот интересно. Вот просто на 5 сек. Вот будет ли что-то меняться, если бы я... На секундочку. Выберу другой скин Алены. Тут есть 2 скина ее. Получается галерея. Нет, не галерея. Не галерея, не галерея. Назад. Эээ... Так... Блин. Эээ... Моды и пользовательские сценарии. Эээ... Стои Алены. Вот. Мы выбрали такой. А если такое выбрать? Ну просто интересно. Сохранюсь чисто так. Для вида. Перемотаю. Вот что-нибудь будет отличаться. Ты из них пить будешь? Тогда бери, пошли. Привет. Девушка стояла и спокойно смотрела на меня всеми выражениями, что было у нее на площади. Что-то тут отличается, чуваки. Второй день. Блин. Хочешь мой сыр? Я не буду. Слушай, ты немного думаешь, что ты предлагаешь. Не бойся. Блин. Надеюсь, что там ничего не было видно. Если было, я закрою. Хорошо. Мне все равно не понравилось. Я справлюсь. Я сильная. Молодец. Случайный пионер появился на горизонте. В атаку! Послушай, ты. Там секретный код. Получается, после того, как она подмигивает, разбивается примотка, чуваки. Видели, столовая в начале была, теперь она исчезла. Тупо все проматываю. Опять она мигнула. Поговорим немного. Я ждал, что она разозлится или будет кричать. Ну и что? Мы вышли на танцпол и пару секунд померялись друг к другу. Мальчик поддерживает либо рукой руку девочки. Ты танцевать не умеешь, что ли? Я умею танцевать, когда обе руки на партнере. Что за долбанные вальцы? Впрочем, как ей будет угодно. Платье на ней было забавное. С чем-то похожей на наряд Алисы Слезневой из гостей из будущего это же мы помним. Кажется, я видел его с утра. Конец она нарушила молчание. Сейчас потанцуем, а потом гулять пойдем. Забудь. На партнере не обязательно, а еще на пляж. Забудь, я сказал. Какая-то романтика будет. Ты меня не слышишь? Я сказал. После танцев провожу тебя до твоего дома и прослежу, что ты дверь за собой закрыла. То есть. То есть. На горшок и в люльку. Пока же гулять. Она не спряталась отступать так просто. Нет, гулять мы не пойдем. И потом, ты обещала мне показать, где живешь. Да, но я девушка приличная. На третьем свидании кого попало, к себе домой не пущу. Почему я не могу это пропустить, чуваки? Я так и понял. А то мало ли, кто тебя знает. Вдруг насиловать будешь? Ну да, обязательно. Реплики были выстроены так, что с ними проще буду согласиться. Правильно говорили, то, чтобы вот, провернуть 200... Короче, чуваки, по сути, тут одно и то же. Это одно и то же тут. А я не могу это промотать, не могу это промотать. А почему я не могу это промотать, чуть-чуть. Как вы думаете? Ай, я надеюсь... Причем тут видно, да, что она повзрослее будет. Ладно, в принципе, тут все. Пока что, пока, в следующем моде будет что-то интересное. Наверное, опять отнесется это Калиси. Я всех буду рассматривать. И Виолу, и Ольгу Дмитриевну, и Женю, и Ульяну. Все моды по отдельности. Самый глобальный мод, я думаю, будет Булки Кефир Рок-н-ролл. Где вот Мику, там, главный ролик. То есть, единственная... Единственная девушка, у которой будет рут. И с этого рута мы никак не сползем. Ну, никак. Как бы не хотели, там, допустим, в Гурме Души мы любим, там, допустим, Лену. Ну, то есть, мы. То есть, не главный герой, а мы. И такие, переключиться на Лену, и как-нибудь бы ее там... Но нет. Мику так, вот так вот будет, просто сделает. Возвращенец! И все, и пока. Такого тут не будет. Так что, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,